КУЛЬТ ПОХОД Странно звучит, а сейчас у нас несерьезные люди, у нас будут нормальные совершенно представители театральной нашей всей индустрии огромные, нормальные люди, специалисты по связям с общественностью Кировского театра «Кукол» Яна Пестова. Яна, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И представим так, два Гоголя, Владимир Хлопов и Андрей Огородников. Владимир, Андрей, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. В этом вы слышите голоса двух Гоголей, да? Это актеры Кировского театра «Кукол», и мы будем сегодня говорить о том спектакле, премьера которого, к счастью, все-таки состоялась. Вот успели, понимаете, вот «Кукольный театр» успел. Я говорю про спектакль «Гоголь-СПБ». Мы в свое время здесь в студии с главным режиссером театра об этом, об этой постановке говорили, но говорили очень мало, потому что все было покрыто тайной. Мы только понимали, что готовится что-то экстраординарное. Получилось ли? Да, у нас получилось, к огромному нашему счастью, 29 февраля состоялась премьера спектакля. Еще напомню, что именно 29 февраля. 29 февраля, вот в эту магическую дату, у нас состоялась премьера по Гоголю. Гоголь-СПБ белорусского режиссера Александра Янушкевича Золотомасочника, чему мы очень рады. И эту премьеру город встретил, наверное, неоднозначно, но она произвела на каждого свое впечатление. И мы встречали многих критиков из столицы, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других городов, которые дали, по нашему мнению, очень высокую, очень значимую оценку таланту наших любимых, безумно любимых актеров и, конечно же, Александру Янушкевичу. Потому что это спектакль, которого ждал, наверное, наш город очень давно. Вопрос такой, прямо в лоб, вот вы сказали, встретили неоднозначно. Слушайте, а если бы его однозначно встретили, это было бы хорошо или плохо? Наверное, это было бы очень плохо, потому что обычно, ну, кого встречают однозначно, то есть это что-то скучное, что-то, в принципе, наверное, никому не нужное. Предсказуемое такое. Предсказуемое, да, то прошел, и все однозначно сказали, прошел мимо, ничего не заметил. Однозначная реакция, да. Поэтому, может быть, хорошо. Ну, или наоборот. Ну, не просто такой какой-то неинтересный, скучный спектакль, наоборот, бах, и все ждали его. Ну, Гоголь же, Гоголь. Хорошо. А в чем заключалась тогда неоднозначность? То есть на какие группы разделилась публика? Ну, можно, да, наверное, уже вступать в разговор. Уже, пора уже, да, собственно, слово Гоголю одному из. Ну, сами знаете, наверное, что театр кукол у многих людей воспринимается как театр детский. И все ждут, правда, вот какого-то такого, ну, может быть, определенного, заштампованного спектакля, который в очередной раз вышел. А здесь получился, ну, такой продукт, который, скажем, может быть, даже вот не все понимают, не каждый прочтет в нем то, что, как бы, было сказано Александром Янушкевичем. Вот. И вот, наверное, начиная с этого, какая-то неоднозначность возникает. То есть шли увидеть Гоголя там нос, а увидели что-то такое без... вернее, нестандартное, да? Да. Сам формат этого спектакля, фигуративного такого, предметного, он, ну, как бы, как бы говорит о многом, но не всегда понятно, скажем, да? Ну да. Вот так вот. Такой фигуративный, да, образный театр. Вот можно еще уточнить, вот под словом фигуративный, я впервые его слышу, может быть, я не такой глубокий театрал, вот что именно имеется под словом фигуративный театр? Ну, это театр предметов, театр пантомимы, театр масок каких-то, то есть это не такой, скажем, открытый, Станиславский, да, к какому мы привыкли. Это театр, метафор каких-то гипербол, возможно, то есть если вот идти по сюжету, скажем, у нас есть 14 рангов чиновников, которые выражены в таких 14 конусах, такие серые шинельные конусы, которые вот один другой, и как матрешка другой, один другой вкладывается, вот. То есть, ну, может быть, не каждый увидит в этом чиновников, но так или иначе в это заложено. И чтобы, как бы, подтвердить это во время спектакля, они исполняют, ну, ими любимую, наверное, композицию «Боже, царь охраней». Кто-то увидел носы в этих чинах, ну, каждый по-разному воспринимает, некоторые вообще говорили, как в известном меме интернета было «Ничего не понял», но очень интересно. Поэтому кто-то должен, да и кто-то хочет прийти второй и третий раз, и с каждым приходом на этот спектакль выносит из себя что-то новое. В спектакле мало слов, но очень много действий, очень много образов, метафор, и вот, наверное, этим и ценен этот спектакль. Там несколько произведений Гоголя, насколько я понимаю, они переплетены. То есть, получается, какая-то вообще десятая история, но на мотивы. Или это поделено на произведения? Как выстроено повествование? Кажется, история там все-таки одна. История, да, история одна. Это история автора, история Николая Васильевича Гоголя, который тоже, кстати, раздвоен на два таких персонажа, которые мы с Володей играем. Гоголь более молодой и Гоголь, ну, вот такой уже, более зрелый, который, да, который уже испытал эти прелести, в кавычках, Петербурга, который познал все это и, ну, как бы, разочаровался в этом. И Гоголь молодой, который только что приехал в Петербург, который познает его, который еще рад ему. Ну, вот через этот конфликт как бы и строится повествование. Они контактируют друг с другом? Конечно, конечно, ну, да, да, взаимодействуют. А они взаимодействуют, да, там идет некий диалог через эти рассказы. Ну, он тоже такой фигуративный как бы, да, то есть там нет, вернее, вначале есть такой привычный нам диалог в словах, но дальше это больше действие некое, да. Гоголи превращаются в персонажей, там, в Акаки Акакича, в поручика Пирогова или, там, в художника, как его зовут? Либо в Ковалева. Да, в Ковалева, там, ну, то есть согласно как бы, да, вот задуманным качествам Гоголя молодого, Гоголя более пожилого, более зрелого, более зрелого, да, более зрелого, и ведут себя вот эти персонажи. То есть либо они познают вот эту жизнь как-то через какие-то нравственные высоты, либо наоборот, через распущенность и там прочее, прочее. Да и, конечно, между собой общение идёт, потому что это всё-таки один и тот же человек, как я вот уже до этого говорил и в других каких-то интервью, и всё. Я это сравниваю с некой биполярностью, потому что, ну, человек, у которого вот такое раздвоение идёт, то есть в любом случае это один и тот же человек, и он с собой может вести определённый диалог, и один может быть где-то выше другого, потом другой, значит, выше первого, и вот они так перескакивают через друг друга, и идёт какой-то, идёт конфликт с самим собой. Внутренний конфликт, да, нашего классика. То есть, ну, я думаю, большинство людей творческих, они как-то, ну, не могут зачастую прийти к какому-то одному решению и всегда мучаются этим. Поэтому они неоднозначны, собственно говоря, да? Да-да-да, да и сама жизнь-то Гоголь, она, ну, как нам показывать, что, ну, не была однозначной, какой он был в начале, какой он заканчивал свою жизнь, когда сжёг свои мёртвые души, вторую часть. Это абсолютно практически два разных человека. Но насчёт сжёг свои души, это уже, Андрей, это, видимо, твой Гоголь уже их сжигал, да? Более зрелый. Ну, да, в конце, да, задумано сжигание, я не знаю, можно говорить, ну, в принципе, зрители видели, да, открытый огонь существует. Но пожарные не видели, не нужно. Мы об этом не говорили, так вырежьте, пожалуйста, откуда-то, чтобы, да. Ну, это очень маленький огонёчек, там буквально, ну, 5 сантиметров на 3 сантиметра бумажечка такая. Это уже потом в объяснительной будете писать. Да, да. Да, как горел театр, с чего-то началось. Здравствуйте, как вообще начиналось. У меня ещё вопрос такой, Яне, Яна, вы говорите, приезжали критики, в том числе из Петербурга, да? Насколько я знаю, вот эту вот петербургскую мафию, вообще-то у них есть такое своё ощущение монополии на образ Петербурга. Вот они приезжают в некий город Киров и видят, что здесь кто-то показывает Петербург. Как они к этому отнеслись? Ведь у вас всё-таки Петербург заявлен как один из главных действующих героев спектакля. У нас два Гоголя и город. Вот это вот основные лица. Зазвание Гоголя, СПБ, это уже прописано. Лица спектакля. Ну, вообще, некоторые приезжали, и они вообще, если честно, да, смотреть, то они приезжали в провинциальный театр. Они не думали, что здесь могут поставить что-то стоящее, что-то настолько высокое и сопоставимое со столичными театрами. И они, многие смотрели, просто с замиранием сердца, как они говорили, они говорят, смотрим, и мы понимаем, что мы находимся не в Кирове, мы находимся в столичном театре. И здесь видна работа профессионала, профессионала своего дела, Александра Янушкевича. Многие уже высказывались то, что да, нужно подавать, нужно подавать на различные фестивали, в числе них и «Золотая маска», ну, одна из самых престижных премий и наград для театров, для актёров, для режиссёров. И они были настолько восторжены этой постановкой, что здесь не было, наверное, даже мысли, что это провинциальный театр. Ну, мне не нравится это слово «провинциальный», давайте будем говорить «не столичный», да, что это не столичный театр, что здесь именно показан Петербург такой, какой он был во времена Гоголя. И здесь это, наверное, успех. Успех, прежде всего, наших актёров. А сейчас нам нужно сделать небольшую паузу, и мы скоро вернёмся. Двадцать секунд, да. Продолжаем разговор. Напомнишь, у нас сегодня в гостях по случаю Дня театра международного, который неотменим, празднует его или не празднует. Но мы ещё раз напомним, что сегодня торжественных мероприятий не будет, но тем не менее день театра остаётся. Мы говорим, а пока мы говорим о спектакле «Театр кукол», которые всё-таки успели создать, так сказать, уже определённое напряжение в городе, как-то фурор определённый произвести, как в перерыве было сказано. Гоголь СПБ, и вот был вопрос задан как раз о том, как реагируют гости из Петербурга, приехав в Киров, посмотрев, как им показывают их город, как понимают их город. И вот Андрей всё-таки тут немножко такую внёс тему, пока мы тут говорили за эфиром, что всё-таки опять же неоднозначно восприняли. Что всё-таки с некоторым недоверием, да? Нет, не то, что с недоверием, просто Саша, ну, главный режиссёр, который поставил немножко вещи, он, ну, его очень напрягает вот эта вот смурная такая погода Петербурга, и он любит солнце, и как-то... И когда критик госпожа Кренская выступала, она сказала, наверное, он не отомстил за это, за свою вот эту вот нелюбовь к этой погоде, да, вот финал нашего спектакля, когда Петербург, провожая Гоголя, ну, ликует, но ликует как-то так, знаете, вот мы ждём такого... Берём хлопушку, да, вот мы вот пытаемся её так, ну, сейчас бабахнет. Бабахнет. А она так пшик, и вот, ну, какой-то такой маленький фонтанчик. И две бумажки упала. Да, и две бумажки упала. То есть Петербург практически, Саша показал, вот ликующий, именно вот такой пшик, как бы, ну, не огромная там феерия какая-то происходит, а некий такой вот пшик. А кому-то наоборот это понравилось, и сказали, что действительно вот так все говорят, как у нас всё здорово и как хорошо, вокруг всё замечательно, салюты, вот это, а на самом деле никаких салютов и ничего замечательного нет. Всё это только пыль в глаза. И некоторые люди, которые говорили по поводу Петербурга, что нет, нас не устраивает Петербург, он совершенно не такой. И были люди не только, не только критика в этом говорила, это были люди и наши, кировчане, видимо, которые любят ездить в Петербург, и для них это... Ну, это, с вами, тоже, да, вот такая мечта такая, уехать из Кирова в Питер, бросить всё в чёрт, вот и Питер, как некая земля обетованная. А мы тут им показали. Да, мы взяли и обломали им все мечты, да. Это тоже фигуративный театр, где даже прохожие, скажем, да, они же у нас не в таком непривычном понимании куклы, а это некие глыбы, которые состоят там из мрамора, из, ну, вот из этого петербургского камня серого. То есть, ну, он немножко не такой. Видимо, ну, ведь режиссёр, он ведь тоже художник, он видит всё по-своему, и как бы... Ну, тут ещё, конечно, плюс Людмиле Скитович, художнику этого спектакля, она... Ну, вот я не знаю, наверное, редко встречаешь такие пары, когда режиссёр и художник настолько понимают друг друга, что в результате выходит вот такая классная, стильная вещь. Немножко мы не добрали до стильности, там ещё должно быть всё это красивее и как-то монументальнее, но и это всё равно как бы впечатляет, мне так кажется. Немножко не добрали, я понимаю, так, что спектакль ведь не умер. Нет, спектакль не умер, да. Спектакль будет продолжаться, и вполне возможно... Петербург должен был быть более, ну, как-то изящный, что ли, блистать своей вот этой вот роскошью, но немножко не получилось. Я не говорю про актёрскую игру, про оформление, про саму конструкцию вот этого вот, оформление нашего спектакля. Есть над чём поработать, короче. Да, даст Бог, карантин закончится. Так нет, он всё равно закончится, да? Может быть, даст, но даст на директор денег, чтобы это всё... Вот это уже другой вопрос. Да и, конечно, хотелось бы, чтобы мы его... Всё, действительно, закончилось, и мы начали его играть, и как можно чаще, потому что нам этот спектакль нужно нарабатывать даже самим, как актёром. Работать, работать, больше зрителя, больше спектаклей. Хотелось бы играть его чаще. Сейчас, вот если говорить о театре кукол, вот в каком состоянии ваша работа, то есть у вас... До какого времени, скажем так, вы не работаете вот сейчас, на данный момент? Ой, сегодня нам сказали, что мы встречаемся 21 апреля. То есть мы уходим на две недели в отпуск, и объявленные президентом вот эти вот выходные, да? Не знаю, как это назвать. Мой выходной день его назвали, длинный, да, длинный выходной, субботу, 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 субботу. Театр уходит на отдых на три недели, получается, сейчас. Получается, три недели совершенно точно, то есть вас не будет, да? А потом уже, как у нас сказали, до особого распоряжения. Да, именно так. Но мы со зрителем в онлайне, поэтому мы очень хотим, чтобы зритель не забывал, заходил в соцсетях к нам, в группы и смотрел. Как вы в онлайне, когда вы в отпуске? У нас очень много уже заснято всего, и кто не видел, может подойти. То есть мы знали, что так оно произойдёт? Ну, предполагали, сегодня уже есть поздравления и видеопоздравления с 27 марта, поэтому, пожалуйста, заходите, смотрите. Не будем грустить, будем оптимистами. Для всех зрителей мы приготовили сюрприз на всю следующую неделю, то есть вы о нём можете узнать, если зайдёте к нам в группу. Интрига. Да, и поэтому мы не уходим от своего зрителя, мы будем его радовать, будем встречаться, но уже в онлайн. И искренне ждём встреч, конечно же, уже, наверное, в начале мая, в конце апреля. Мы тоже ждём, вы так смотрите, мы тоже ждём, в том-то и дело. Потому что мы вот 29-го, вот звали, нас не пошли, мы думали, да мы в апреле входим, начало 5-го апреля должна быть, да? Да, 3-го апреля нормально, спокойно сходим, как всё люди, чем на премьеру ломиться. И вот чё вот. Так что мы тоже ждём. И ещё вопрос такой, вот мы здесь до этого, когда говорили с директорским советом директоров, условно говоря, да, вот там речь шла о том, что театры, возможно, продлят свои сезоны в связи с тем, что месяц был пропущен. У вас нет таких разговоров в театре пока? И как бы вы к этому отнеслись? Поработать лишним месяцом? Мы выходим раньше, скорее всего, из отпуска на вот эти две недели. Ну, если всё сложится так, как вот нам сказали, то мы выходим раньше. То есть уже следующий сезон просто начнёт? Мы начнём раньше и откроем, мне кажется, тоже его раньше. Потому как вот эти две недели, ну, идут на подготовку, скажем, к открытию сезона. То есть если мы выходили там 1 сентября на работу прошлые сезоны и там готовились, ну, неделю, скажем, да, чтобы открыть сезон, то сейчас, мне кажется, это всё вот уйдёт на август. Да, с удовольствием, почему бы нет. Я думаю, это приемлемо и хорошо, интересно. У нас много новых проектов, премьеры, и поэтому мы их будем показывать нашему зрителю. Это в любом случае. И здесь только вопрос, либо мы продляем этот сезон, либо раньше начинаем следующий сезон. Ну, это тоже зависит от того самого особого распоряжения, про которое пока никто ещё не знает. Николай, давайте мы... Дадим отдохнуть нашим гостям, да, я согласен. У нас всё-таки культпоход, надо сразу предупредить тем, что в связи с тем, что на самом деле карантин, плюс ещё эти выходные дни, учреждения культуры практически не работают, поэтому традиционные билеты, которые мы развивём в театры, в филармонии, в концертные залы, другие на концерты, пока этого всего нет. Но призывы, тем не менее, есть. Начнём мы с кинотеатров, да? Да. Единственные, на самом деле, билеты, которые у нас есть, это билеты с открытой датой в кинотеатры «Смена и дружба». Вот, можно сходить, будет после каникул. Да, после особого распоряжения у вас билет уже есть. И, соответственно, выбрать ту картину, которую вы захотите посмотреть. Это у нас кинотеатры какие? «Смена и дружба». «Смена и дружба» наши традиционные партнёры. И, кроме этого, у нас есть, как всегда, книги. Книги всегда, между прочим, прекрасные. Вот я удивляюсь, почему у нас до сих пор лежит Захар Прилепин. Возможно, люди путают политика Захара Прилепина и литератора Захара Прилепина. Потому что прекрасный, совершенно литератор. Как к нему не относись, как к политику книга его рассказов. Вот я полистал, просто почитал. Но это очень вкусная книжка «16 плюс ограничения. История из лёгкой недоверной жизни». Ольга Токарчук. Да, польская фамилия. «Последние истории. Польская писательница и поэтесса. Пятый писатель из Польши, удостойный Нобелевской премии в 2018 году. Рассказывает три истории матери, бабушки, внучки. Все они объединены одной темой смерти». Ужас какой? «Ограничение 16 плюс». Дмитрий Воденников, «Сны о чуне», книга известного поэта-эссаиста, только на первый взгляд о таксе. На самом деле, это книга о жизненных церквистях, о любви, о смерти, о боли, о радости, о великой русской литературе. «Ограничение 16 плюс». Так, тут у нас сборник. Да, это Олег Ликманов, Михаил Сведлов, Илья Симоновский, «Венедикт Ерофеев посторонний». «Венедикт Ерофеев посторонний» – это название книги. Название, да. Да, «Глубокое повествование о жизни и творчестве Ерофеева, о его гениальной поэме «Москва петушки. Ограничение 18 плюс». Вот удивительно, эта книга у нас уже второй эфир. Вот я вот не знаю, если бы я был с той стороны микрофона, я бы первым делом позвонил, дал правильный ответ и эту книгу взял. Потому что изумительное издание совершенно. А я могу поговорить, а вы можете выбежать и позвонить. Я сейчас так и поступлю. Но сначала напомню, что это и другие книги можно купить в магазинах «Читай город», по адресам Преображенская, 65, либо Ленина, 103А. Также у нас есть музыкальный приз «Диск с записями песен Кировского автора-исполнителя Александра Дмитриева «Путь ограничения 18 плюс». Вот такие у нас сегодня призы. Я думаю, наши гости сейчас зададут вопрос, чтобы вы уже могли, так сказать, подумать. И мы тем временем, пока вы думаете, продолжим этот разговор. Ну что, готовы? Вперед! Можно вопрос уже задавать? Да, нужно! Итак, за какую постановку и в каком театре она была поставлена Александр Янушкевич получил свою «Золотую маску»? А варианты две-то есть? А я могу ответить на этот вопрос и получить книгу Венедикта Ерофеева. Правильно, нет, не сможете. В Владимире. 211-101 наш телефон, звоните, пожалуйста. Еще раз вопрос, значит, за какую постановку Александр Янушкевич... За какую постановку и в каком театре она была поставлена, Александр Янушкевич получил свою «Золотую маску». Ну, в принципе, если в руках... Это, на самом деле, несложный вопрос. С помощью Гугла все решает. Да, с помощью Гугла это вообще... Она, наверное, этот ответ на самой первой строчке будет. Так что, я думаю, это не так сложно. А вообще с ним работать трудно было, ребят? Нет, вот удивительно. Мы так боялись. Ну, да, вот я тоже такой серьезный человек. Серьезный человек, да. Но почему-то как-то пролетел этот месяц. Вот для меня, я не знаю, как для Володи, но очень легко. И такое ощущение, что, ну, в кайф все было. И так-то в радости. Действительно, было все в кайф. И это такая работа, когда, ну, вот уезжает режиссер, и тебе жаль, тебе жаль, ты хочешь еще работать. И еще, и еще с этим человеком. Это замечательно. Это один из... А еще из тех режиссеров, который всех нас называл ребятки. Он всегда говорил, давайте попробуем, ребятки, вот это. Можно вопрос. Я мало про него знаю. Не знаю, за что он получил «Золотую маску». Это за нескольку ему лет. Он возрастной, дяденька-то? Нет. Он молодой. Я, честно говоря, не знаю, но до сорока, наверное. Где-то между нами, с Андреем. Ага, между младшим и старшим Гоголем, да? Да, между младшим и старшим Гоголем. То есть он так и называл вас ребятки, да? Ребятки мы все, да. Он ему 40 плюс-минус. 40 лет. Нормальный, самый возраст в его стиле. Есть желающие ответить на ваш вопрос, между прочим? Добрый день. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Александр, вы уже готовы ответить на вопрос? Янушки. Да, готов. Признаюсь, честно посмотрел. Это повесть временных лет. Повесть временных лет. Это правильный ответ? К сожалению, нет. Ах, вот так вот. Где-то вы посмотрели, не там. Извиняюсь. Ничего не могу сказать, так как вариантов нет, то ваш ответ неправильный. Мы с вами пока расстанемся. Это что ж такое? Человек посмотрел в Гугле, и Гугл его обманул. Может быть, он посмотрел не Александра Янушкевича, а какого-то другого Александра. Повесть временных лет он позже постоял, чем вот этот масочный спектакль, если я не ошибаюсь. Так, ну мы давайте не будем подсказки делать, да. Тем более у нас сейчас все равно время небольшой паузы, на полторы минутки рекламной, да, и вернемся после нее. Культпоход. Продолжаем. Программу Культпоход. Напомню, что в гостях у нас представители нашего любимого театра Кугол Иоанна Пестова, специалист по связям с общественностью, и два актера, два Гоголя, молодой Гоголь, Владимир Хлопов, и зрелый Гоголь, Андрей Огородников. Мы так вспоминаем, ну что делать, раз вот сейчас сезон временно прекращен, мы вспоминаем вот это, вы успели прекрасно 29-го, все-таки здоровская дата, 29-го февраля, показать примеру спектакля «Гоголь-СПБ». Мы вот как раз говорим о режиссере, и вопрос был, кстати, напомнен, давайте, вопрос. Итак, за какую постановку получил свою золотую маску Александр Янушкевич? И в каком театре она была поставлена. В каком театре она была поставлена? Ну это уже, скажем так, факультативно, хотя бы пусть правильно скажут. 211-101, возможно, вы забыли наш номер телефона, и поэтому не звоните, но... А может быть, просто никто не ждет, что такое первое время чумы раздают книги, да, и пригласительные билеты во время карантина. Может быть, думаешь, мы все тоже сейчас не работаем. Книги необходимы во время карантина, что еще делать, в общем, как самообразовываться. Как, что еще делать? Тебе уже объяснили, тебе надо зайти на страничку ВКонтакте театра кукол. А, да, ну смотрите видео. Для тебя там приготовили, да, очень много всего. Мне кажется, там не столько вы успели снять видео, чтобы я смотрела 24 на 7 только театр кукол. А ты когда выходной день, ты не спишь? Нет, я вообще мало сплю. А зачем? Если двигаться мало, то нужно мало спать. Энергии-то не так много тратится. Нет, там такие видео, что можно просто на репет ставить. А, на репет. Хорошо. Спасибо большое. Мы просто немножко вернулись вот к режиссеру, о котором, собственно, вопрос, да, вот. И когда вопрос задали, я думаю, сейчас умный человек позвонит, знаете, он скажет, что ему дали золотую маску за спектакль «Гоголь СПБ», разве я не прав? И мне кажется, этому человеку мы по-любому дали... Тогда спецприз. Спецприз мы обязательно должны были дать. О, есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Андрей. Итак, Андрей, какой же спектакль получил золотую маску у Александра Янушкевича? Может быть, это САД? Простите, еще раз? САД. Нет, к сожалению, это не тот спектакль. Ну, может быть, у вас еще какой-то вариант есть. Давайте вот дадим им такую возможность. Вот прямо так вот быстро. Нет вариантов. Нет вариантов. Очень жаль. О, Яна, сложный оказался вопрос, да? Мы, честно, думали, что это очень простой, очень легкий вопрос. Но люди знают, Александр Янушкевич, это уже... Ну, по крайней мере, они называют другие его спектакли. Это говорит о том, что человек-то, в общем-то, неизвестный. И, может быть, это просто они считают, что, конечно, за САД должны были дать золотую маску. Но я же увидел, что такой прекрасный спектакль-то, на самом деле. Каждый спектакль должны давать золотую маску. На предыдущих эфирах, тем более, об этом уже говорил у нас главный режиссер Наталья Красильникова. Ну, вот люди, видимо, немножко забыли. Я только помню из рассказа Натальи Красильниковой, как таинственно шла работа над этим спектаклем. Это правда так? То есть она говорила, что даже главного режиссера театра не пускали в помещение? Да нет, ну почему? Просто он не любил, когда лишний... Вообще этот человек, как я понял, человек вот этой театральной атмосферы. То есть если некоторые режиссеры как бы репетируют без света, ну, знаешь, первые репетиции, там, какие-то этюды, то он сразу же сказал, давай-ка там включай какой-нибудь свет такой волшебный, выключайте всякую дежурку, вот, и будем работать. То есть мы работали уже практически... В атмосфере. В атмосфере, да, во всех нужных, предлагаемых обстоятельствах. И это было здорово. И лишние люди, они, ну, как-то мешали. То есть там у нас в малом зале балкончик такой, где свет находится и звук. И там дверка такая, она если как бы темно в зале, открывается и свет заходит. Вот. И он как бы тоже это... Ну, еще и стучит. То есть стоит добавить, что здесь как раз не было пьесы, с которой он приехал, потому что и рождалось все здесь и сейчас, соответственно. И поэтому и не было у нас народа, потому что мы, в принципе, всей нашей командой рождали это все день за днем. Да, иногда лишние люди не мешают родам. Да. Бывает. У нас есть позвонивший человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Евгений. Итак, Евгений, какой спектакль? Это спектакль «Толстая тетрадь». Ура! Да, это верно! И какой театр поставил спектакль «Толстая тетрадь»? По-моему, Пермский театр. Все верно. Абсолютно верно. Это, наверное, постоянный ваш слушатель, который слушал предыдущие эфиры, где была Наталья Красильникова. Человек, у которого нормальный гаджет, в конце концов, да, и которого не обманывает Google, наверное, да? Вы все равно подсматривали, да? Конечно. Конечно. Это для того, если да, что-то и есть, что подсматривать. Не зазорно. Евгений, какой приз вы выбираете? Так, а какие варианты есть? Вариантов немного. Билеты без даты в кинотеатры смены, либо дружба до особого распоряжения, которые закрыты, но потом откроются. И четыре прекрасные книги. Выбирайте, что бы вы хотели. Давайте книгу какую-нибудь. Книгу какую-нибудь из четырех, да? Или Захар Прилепин. Есть про Венедикта Ерофеева. Прекрасная книга биографии. Есть Воденникова, поэт-эсэист. Либо Ольга Токарчук. Последние истории про там польская писательница, Польша, смерть. Три истории женщины. Да, это, кстати, от лауреата Нобелевской премии польской писательницы, да? Ну, давайте Прилепина. Прилепин. Хорошо. Отличный выбор, совершенно прекрасные рассказы. Да, я еще раз говорю, что Захар Прилепин при всеми неоднозначенными. Это очень хороший писатель, его стоит читать. Спасибо, спасибо. Вот, смотрите, с третьего раза. Это Гоголь. Это мистика Гоголя. Гоголь путается. Да, Гоголь, да. Кстати, Гоголь и Гоголь созвучны вполне себе, да. Вполне возможно, что это все запрограммировано было давным-давно. Но, может быть, они и говорили, окей, Гоголь и Гоголь. И он мечтил. Да, конечно. Николай, я знаю, что у вас музыкальный вопрос, и очень хочется успеть послушать, что вы нам сегодня приготовили. А, у меня вопрос сегодня не очень музыкальный. Они скорее, ну, с фрагментами музыкальными, но они на медицинские темы, обстановка такая, да. Прозвучит фрагмент песенки группы Битлз под названием «Доктор Роберт», а я потом задам свой вопрос. Песенку отсочнил Джон Леннон, так как его с нами уже нет, да, соответственно, вопрос остался немножко невыясненным, кому именно посвящена эта песня. Да, есть разные версии. Есть несколько версий, которые никто не может ни подвергить, ни опровергнуть. Поэтому, в конце концов, оставшиеся в живых, все-таки дали такое финальное интервью и сказали, вот, значит, герой этой песни вот тот-то и тот-то. У него есть прототип реальный, доктор Роберт. Вопрос такой, вот этот прототип, это его так и звали доктор Роберт, первый вариант ответа. Второй вариант ответа, это был доктор, но не Роберт. А третий вариант ответа был Роберт, но не доктор. Ай, болит. Вот так вот. Три варианта ответа даю. Итак, прототип этой песни, это человек, которого так и звали доктор Роберт. Либо это был доктор, но не Роберт, либо это был Роберт, но не доктор. Вот кто правильно ответит, тот и получит следующий приз. Ну, тут хотя бы есть вариант ответа. Больше и больше шансов все-таки уйти с книгой. Уйти с книгой, либо с билетами, вдруг уж более бы в смену. Либо с диском Александра Дмитриева. Добрый день. Здравствуйте, это Светлана. Светлана, добрый день, рад вас слышать. Ну, давайте. Второй вариант, не Роберт. То есть, это был доктор, но не Роберт? Да. Света, я вам не дам второго варианта, подумайте еще раз. Ну, вы подумайте, подумайте. Ну, давайте третий вариант. Роберт. Роберт, но не доктор, да? Да. Но вы настаиваете на этом? Да, да. И это правильный ответ. Ой, спасибо большое. Вы выбираете приз? Приз, конечно, смена. Смена, ваши билеты. После особого распоряжения вы сможете пойти на любой понравивший вам фильм. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Светлана. Да, мне клади трубочку, да. На самом деле, все три правильные ответа были. Все три ответа совершенно правильные, потому что они так не договорились. Есть три персонажа. Один, на самом деле, Роберт. Ну, не доктор, один доктор, но не Роберт там. Вероятнее всего, это был действительно доктор Роберт, человек, который делал в Нью-Йорке всем звездам уколы витамина В12, обмешивая туда разные вещества, за что его все очень сильно любили там начинать. Джеккин Кеннеди и кончая теми же ребятами из группы Битлз. Вот такой был мой вопрос. Продолжим вопрос у вас, ребят, что еще есть? Может быть, у нас кто-то из Гоголей задаст. Какой серьезный гоголевский вопрос. Ну, честно говоря, мы готовы. Ну, может быть, нам... Да, у меня, если что, есть вопрос. Давайте. Сегодня не только день театра. Дело в том, что сегодня еще день рождения Квентина Тарантино. Квентина Тарантино исполняется 57 лет, потому что он родился в 1963 году. А свой первый дебютный фильм он начал снимать в 1983 году, то есть, когда ему было 20 лет. От этого фильма не сохранилось ни одного кадра, потому что, как говорит его соавтор Скотт МакГилл, мать МакГилла, она уничтожила почему-то весь футаж этого фильма. Но там какая-то мистическая история, о которых мы сегодня говорим, и никто не знает, куда делся, в общем-то, весь этот фильм, и кто его уничтожил. Так или иначе, Скотт МакГилл сейчас уже мертв, и никто не узнает правду. Но вопрос такой. Как назывался этот самый первый, не вышедший, и никогда не выйдет, которому не суждено выйти, вот этот фильм? И три варианта ответа. Белые лебеди в клетке, влюбленные пташки в неволе, большие страусы во льдах. Вот такие варианты. Я бы выиграл сейчас, наконец, книгу Веникта Ирофеева, потому что я знаю правильный ответ. 211-101. Но, к сожалению, не получится. Лебеди, пташки или страусы? У нас есть звонок сразу же. Сейчас у меня эту книжку отниму. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. И так как... Давайте попробуем еще разик. Белые лебеди в клетке. К сожалению, нет, но мы не слышим. Первый неправильный ответ. И тогда третий в небесах, что там же было... Большие страусы во льдах. А, ой, в льдах, да-да-да. К сожалению, Александр, это... Сейчас будет очень хорошо. Да, сейчас кому-то повезет. Но человеку придется назвать полное название этого фильма. Конечно. Мы его больше с вами давайте не будем упоминать. Я думаю, что мало кто-то помнит. Но спасибо за звонок в любом случае. Спасибо за звонок. Вы, по крайней мере, попытались, да. Авантюра не удалась. Расчистили путь для следующего дозвонившегося человека. Но этому человеку надо будет назвать довольно запутанное название, на самом деле. Ну да, но можно на английском называть. Там просто есть некоторая разница в переводах. Нет, разница есть в переводах, но слово «страус» там никак не появится, даже как не переводим. Это я придумала. Молодец. Есть желающие ответить еще на этот вопрос. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Валентина. Валентина. Ну вот вам придется дать произнести название первого несостоявшегося фильма Квинтина Терентьева. Говорите. Ташки. Что значит «ташки»? Надо полностью назвать. Ой, полностью не уловила. Ну так и... Что будем делать с Валентиной? А у меня завтра день рождения, у меня должно быть послабление. Все, оно уже есть, Валентина. Оно уже есть. Аргумент. Это влюбленные пташки в неволе, да. Да, влюбленные пташки в неволе так назывался этот фильм. Ну вам осталось только выбрать приз. А вот там Ерофеева книжечку. Это про Ерофеева, прекрасная книга, полная его биография, очень хороших авторов. Вот вы ее выбираете, да? Да. Она хорошо издана, я вам очень завидую, потому что вот это правда харкосное издание. Особенно для тех, кто любит книги Ерофеева. Ну что, понимаешь, разгадали твоих пташечек все равно в итоге там. Между страусами, лебедями в клетках. Было на самом деле несложно. Ну, как выяснилось, не так и просто все-таки. Так что у нас со временем-то уже? Вопросов больше мы не заглядим. Я думаю, что нужно еще раз повторить. Не знаю, как даже... Обычно мы тут повторяем, в какую дату куда приходить. Да, что у нас тогда-то приходите к нам, мы вас ждем. Ну, наверное, скажем на будущее. Мы искренне верим, что это особое распоряжение, оно даст нам точную дату, когда мы откроем двери нашим зрителям. И в мае месяце у нас есть такая задумка показать такой вечерний-ночной спектакль Гоголя с ПБ. Поэтому мы будем ждать всех. Это уж совсем для полного погружения, да? Совсем для полного погружения. Потому что это спектакль, который действительно окутан и тайной, и магией, и не все сразу получалось. Даже вот такой простой ответ нам дать не могли и наши радиослушатели. В процессе подготовки этого спектакля и машины ломались, и были неудачные падения у актеров, и зеркала ломались. То есть такой магический предмет, как зеркало, оно тоже пошло по швам. Вот. А вообще мы будем ждать на Гоголе с ПБ каждого уже в мае месяце на вечернем показе. Мы будем ждать, когда это состоится. И когда наконец-таки поступит это таинственное особое распоряжение. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам. Вам спасибо большое. Не скучайте в длительном отпуске. И еще напомню слушателям, что и слушатели тоже не скучайте. Заходите в группу театра ВКонтакте. Там для вас приготовят много сюрпризов. Не скучайте без спектаклей. Спасибо. Еще раз с праздником всех театралов, всех любителей театра. Любите театр, любите друг друга. Здоровья вам и вашим близким. Берегите себя.